В текущем 2024 году вселенной Destiny исполняется 10 лет. Первая часть вышла 9 сентября 2014 года, эксклюзивно на консолях PlayStation и Xbox. А в этом видео я расскажу о еще 99 интересных фактах о первой части Destiny, о которых уверен знают далеко не все. Я сам пока собирал инфу о многом слышал впервые, и давай договоримся так. Если ты узнаешь из видео что-то новое, ставишь лайк. А я начну. Например, вы знали, что перед релизом первой части Bungie запускали проект Destiny Planet View совместно с Google на их технологии Google Earth. На сайте можно было изучить все планеты игры так, как мы можем изучить реальные точки на картах Google. Это был первый случай в истории компании, когда Google составила карту из видеоигры. Самый первый видок от разработчиков, посвященный Destiny, называется Pathways Out of Darkness, и назван в честь старого шутера Pathways Into Darkness, выпущенного Bungie в 1993 году. Так, Bungie намекали на то, что их выход из-под влияния компании Microsoft для них ощущается как выход из тьмы на свет. Изначально Destiny разрабатывалась в сеттинге средневекового фэнтези. В сети можно найти официальные арты для игры, на которых изображены сундуки с сокровищами, замки, рыцарские лагери, гоблины и прочие сказочные существа и локации. Многие предметы в финальной игре и правда вдохновлены средневековьем, однако кажется, Bungie могли создать ну совершенно другой мир для своей франшизы. На момент своего релиза Destiny была самой дорогой игрой. Бюджет на разработку составлял космически 500 миллионов долларов. Ладно, даже на сегодняшний день это огромная сумма, которую может позволить себе далеко не каждая студия-разработчик первого десятка. Музыкант Пол Маккартни, один из четверых участников моей любимой группы The Beatles, непосредственно работал над несколькими музыкальными композициями для первой части Destiny. Во-первых, он написал песню Hope for the Future специально для игры и её можно услышать в музыкальном автомате в башне. А также для неё был записан отдельный клип с музыкантом, а сам Пол создал персонажа в игре в рамках промо. Но даже если эту песню вы могли и не слышать, то вот культовые открывающие игру мелодии узнаете уж точно. Это всё также работа легендарного битла. Кстати, то, что Маккартни работал над музыкой к игре, стало для меня лично призывом начать играть в Destiny. Директор игры Люк Смит однажды рассказывал в подкасте, что два разных рейда первой части, Кротов Энд и Кингс Фолл, изначально планировались как один масштабный суперрейд, и он должен был стать вообще первым рейдом в Destiny 1. Но поскольку сюжетная кампания D1 заканчивалась с упором на вексов, в студии переиграли планы и выпустили World of Glass раньше. Whether we wanted it or not. Пожалуй, самый долгоживущий мем сообщества игры. Эта фраза принадлежит команду Рузаваля. С неё начинался открывающий монолог на запуске страйка Cerberus Way. Этот страйк так часто попадался в плейлисте, что открывающая фраза сначала въелась игрокам. А затем стало мемом. А покойный актёр озвучки Лэнс Риддик даже повторно озвучил эту реплику по просьбам сообщества. У Destiny было много интересных коллабораций с брендами. Я даже думал сделать отдельный ролик на эту тему. Но вот, например, о сотрудничестве с Red Bull могут помнить точно не все. В 2015 году брендированные банки Red Bull продавались в магазинах американских сетей 7-11 и Walmart. В качестве бонуса коды на банках предлагали эксклюзивные внутриигровые награды, 50% баф к опыту и даже особый квест, за выполнение которого можно было получить Sparrow Swift River и оболочку призрака Joyride. Ещё задолго до релиза The Taken King и даже задолго до релиза Destiny, на самой первой её презентации геймплей демонстрировал один из основателей студии Bungie, Джейсон Джонс. Так вот, в том первом геймплее у персонажа Джейсона уже был ник Орикс. Имя короля Улья, основателю студии. Всё логично. На релизе наш спутник-призрак говорил голосом другого актёра, Питера Динклейджа, которого многие из вас знают по сериалу «Игра престолов». Питер озвучил призрака на старте и вызвал неоднозначную реакцию ещё во время альфа и бета-доступа. Многие игроки обожают его голос, который добавляет призраку загадочности и словно литературности, но другим он показался слишком неэмоциональным и над его репликами часто смеялись. В конечном итоге актёр ещё и слишком дорого обходился студии и персонажа переозвучили. Ещё один факт, связанный с Питером. В одной из серий «Игр престолов» тоже можно рассмотреть отсылку к Дестине. В кадре, когда персонаж Питера сидит у окна, оформленного в точности как призрак из игры, которого он и озвучивал. Изначально для Дестине предполагалось четыре игровые расы. Люди, Пробудившиеся, Эгза и Тайгермен. Кошкоподобные гуманоиды. Даже сама игра на ранних этапах разрабатывалась под кодовым названием Project Tiger. Тигров также можно было заметить и на ранних концептах игры, как питомцев. Но, к сожалению, их вырезали до релиза и у нас сохранились только эти концепт-арты. Подробнее, кстати, об этом я рассказывал в своём видео про дизайн игры. Ссылку оставлю в описании. Игроки часто жалуются, что в игре уже много лет не появляются новые расы противников. И я согласен, это правда скучно. Но что если я скажу вам, что изначально в черновиках Дестине можно было встретить расу противников, похожих на мотыльков. Их разнообразие образов поражает, и кажется, прорабатывалась она довольно серьёзно. Жаль, что их в игре мы тоже не увидели. Во время разработки первой части Дестине Банджи обменивались опытом с Близзард, так что отсылки в их играх были вопросом времени. В World of Warcraft появился торговец Зуриус, уж очень напоминающий нашего знакомого торговца Зура. В рейде Kingsfall в Дестине 1 сообщество обнаружило специальную комнату, похожую на баскетбольную площадку, где можно было бросать релик-сферу в обруч. Игроки долго искали скрытую мини-игру, которая бы наградила их дополнительным сундуком или вроде того. Но разработчики подтвердили, что этой баскетбольной площадкой всё ограничивается и никакого секрета в этом нет. В отличие от сиквела, в первой части у игрока не было возможности подтягивания, что безумно раздражало на этапах рейдов с прыжками и платформами, например. Но вот о какой особенности перемещения ещё не знали многие игроки, так это о том, что если вы находитесь за укрытием и нажмёте кнопку прицеливания, ваш страж выглянет из-за укрытия для ведения огня. Sparrow Racing League – ивент, который проводился в Destiny дважды и представлял собой состязание гонок на Sparrow. Ивент был крайне весёлым и уникальным для вселенной. Главным судьёй ивента была Аманда Холидей, а в игру под ивент были добавлены уникальные гоночные Sparrow и специальные спортивные костюмы для стражей. Жаль, что СРЛ так и не вернулась в игру за все эти годы. Кстати, о Sparrow. Мало кто знает, что в реальной жизни на них тоже можно покататься. Как? Ну, ещё в 2017 году Activision спонсировала создание нескольких действующих Sparrow на водных движках. Выглядит это очень круто, хоть наверняка и требует сноровки. Ну, я бы на таком точно хотел покататься. Тени в красивом социальном хабе на Рифе довольно контрастны. Здесь очень яркий и красивый свет. Но замечали ли вы, что иногда пролетающие и паркующиеся корабли создают образ из теней в виде головы Орикса? Пещера Лута. Первый крупный эксплойт, найденный сообществом в Дестине. Отправившись на космодром, игроки могли обнаружить пещеру, в которой бесконечно продолжали спауниться противники. Если стоять чуть подальше от пещеры и стрелять по всем выбегающим врагам, то спустя пару десятков минут можно было собрать приличный улов из лута. Позже эксплойт пофиксили и на его месте лишь оставили гору костей, напоминающей о днях безудержного фарма, которые шепчут при приближении к ним. Рейд Волтов Глаз, хрустальный чертог, изначально назывался Глаз Трон. Рэндал Вэндал. Также на космодроме игроки могли встретить одного из самых загадочных и нелепых персонажей, Вандала Рэндала, противника расы падших, у которого был просто невероятный огромный запас здоровья, без понятия зачем. Его не могли убить даже из сильнейшего оружия. Однако даже если это удавалось самым упёртым игрокам, никакой награды за победу особой-то и не было. Ещё задолго до того, как вышла вторая часть игры, деды уже использовали лазейки с интернет-подключением для простого закрытия рейдов. Самый популярный абуз был на финальном боссе рейда Кротос Энд. Для этого, когда Кротос садился на колено, один из игроков вытаскивал кабель из консоли и потом переподключался. Это приводило к тому, что Кротос сидел бесконечно и мечник легко его убивал. Банжи тизерили Дестни ещё когда работали над другой своей культовой серией игр. В Halo ODST игрок мог найти постер с изображением земного шара и небольшой сферы рядом, напоминающей странника. Надпись на постере гласила «Destiny Awaits», что напрямую намекало на игру, о которой тогда сам игрок ещё ничего не знал. В первой части Destiny у Спэрроу игрока была кастомизируемая деталь – клаксон. Игрок мог выбрать на свой вкус разные гудки для своего транспорта. Например, у меня был любимым тот, что издавал кряканье утки. Почему этого нет в Destiny 2? Что ж, а почему в ней всё ещё нет гонок на Спэрроу? Наверное, причина примерно одна. Мы тут говорим про Destiny 1, которая вышла 10 лет назад. Но что если нырнём ещё дальше и посмотрим на самый ранний билд игры, который использовался в студии для тестов? На кадрах уже тогда можно отличить некоторые модели оружия, существующие в игре, а также заметить наработки интерфейса. В другом видео раннего билда можно обнаружить подтверждение того, что в какой-то момент в игре планировалась функция обмена предметами между игроками. При исследовании другого игрока, вот тут можно увидеть меню Trade. Что скажете, хотели бы обмениваться гадролами с другими игроками? По какой-то загадочной причине врата к сердцу Чёрного Сада открываются нам созвездием Ориона. Что также можно считать ещё одной отсылкой к древнегреческой мифологии, которыми и так кишит раса вексов в игре. Также интересно, что перед открытием дверей мы видим пластину, очень напоминающую магические камни пробудившихся из города грёз из сиквела. Дополнение Comet Plague of Darkness. Такое название к очередному дополнению можно было прочесть на слитом слайде с планами студии в 2015 году. Вместо неё вышел The Taken King. Зная то, как часто планы относительно контента в игре меняются на ходу, мне было бы интересно узнать о том, что планировалось для того дополнения. На ранних этапах разработки в студии перебирали разные концепты внешнего облика для странника, главной точки интереса в игре. Он почти всегда был сферой, но с разным уровнем деталей. Но были и варианты набросков, на которых Странник – это гигантский космический корабль. Довольно скучный вариант, как по мне. Как ты запрыгнул на хранилище? Ещё один мем в сообществе. В какой-то момент в башне был обнаружен баг, позволяющий пролететь с определённой точки по воздуху прямо на крышу трёх хранилищ. Это требовало терпения и ловкости, но зато потом мы с друзьями устраивали там бесконечные танцы, и было забавно видеть, как другие игроки не могли понять, каким образом мы туда забрались. Сними скоробея, ты на него не играешь. Ещё один популярный мем – ПВП сообщества первой части, который возник вокруг эмблемы Scarab Heart, которую можно было получить случайным дропом только в испытаниях Осириса, и только при условии, что ты одерживаешь победы с уже безупречно закрытым билетом. Этой фразой обычно игроки насмехались над обладателем эмблемы после каждого их вайпа, иронизируя, что те недостаточно хорошо играют, чтобы так жёстко флексить редкой эмблемой. И я, кстати, на скоробе я, конечно, тоже не играл. Ещё один из мемов первой части, который точно помнит даже тот игрок, который бросил игру где-то в 2014 году – это Вечные 29. Собственно, из-за этого многие игру-то и бросали на старте. Дело в том, что в первой части на релизе максимальным уровнем был 30-й, но чтобы достичь его, нужно было выбивать награду из самой сложной активности – рейда Vault of Glass. Но далеко не все игроки могли пройти его или даже найти команду для рейда, так что их уровень оставался на отметке 29, и именно поэтому их прозвали Вечно 29-ми. Жёсткое было время. В первой части Destiny в игре был зелёный набор брони под названием Комаров, названный в честь Владимира Комарова, советского лётчика, который стал первым советским космонавтом, побывавшим в космосе дважды, а также первым космонавтом, погибшим в ходе полёта. В описании плаща охотника в игре сказано «Владимир Комаров помогал строить и пилотировать первые корабли Земли, он отдал свою жизнь Фронтиру». Интересно, что в описании к ботинкам этого набора также упоминаются три американских астронавта – Гас Грисом, Эд Уайт и Роджер Чаффи, которые выходили в состав Аполлона-1 и погибли из-за пожара в капсуле во время испытаний. В оригинальной башне дизайнеры спрятали семь золотых монет. Их нельзя собрать, но можно просто отыскать. Как только игроки стали обращать на них внимание, Банжи сообщили, что первый игрок, который найдёт все семь монет и пришлёт скриншоты разработчикам, получит награду. По слухам, это якобы должна была быть редкая эмблема, но мне не удалось найти этому подтверждение. «Банжи.нет» удовлетворяет твою мамашу с 1991 года. И нет, это не сальная шутка твоего напарника по команде, а реально звучавшая реплика в игре по радио в башне. «Банжи.нет» Два игровых разработчика обручились внутри Destiny. Это стало возможным после того, как девушка обратилась в студию Банжи и рассказала о своей идее – сделать предложение, своему парню. Банжи добавили в игру кольцо-артефакт под названием «Кольцо Вечности», в описании которого говорилось «Для стражей, нашедших свою идеальную пару». Согласно серии твитов от Исмаила, в тот день они вместе запустили Destiny, чтобы немного поиграть. Но на почте башни его ждал сюрприз – предложение руки и сердца. Сообщение подписано «Письмо от Адриэль». Кроме этого, Банжи сделали и эмоцию. Вот страж Адриэль делает предложение в башне. Очень милая история, но забавно, что когда пара садилась играть, серверы игры сильно лагали и сначала не пускали их в игру, о чём они тоже писали в твиттер. Ещё одна удивительная история взаимодействия сообщества и разработчиков таится за винтовкой Fate of All Fools. В Destiny она известна как экзотическая винтовка, которой владеет лишь один игрок. Этого игрока зовут Эрик. И всё началось с того, что его жена написала на Reddit пост о том, что он перенёс 7 операций на мозге за последние 11 месяцев. По её словам, он так любил Destiny, что подробно описывал её своему невропатологу на протяжении всего времени лечения. Пост очень завирусился на Reddit и в итоге кто-то из Банжи обратил на него внимание и решил сделать парню подарок – эксклюзивную экзотическую винтовку. Винтовки разведчика были его любимым типом оружия. Более того, Эрик мечтал о том, чтобы винтовка могла наносить солнечный урон, что тоже воплотилось в реальность. Сейчас прошло почти 10 лет, Эрик жив и здоров, а пару лет назад жена его также на Reddit написала, что восстановление прошло замечательно и её муж чувствует себя лучше, чем когда-либо. В конце прохождения одной из миссий на Луне игрок мог обнаружить сундук, из которого получит эмблему Джейд Рэббит. Джейд Рэббит или Лунный Заяц – персонаж из фольклора разных народов мира, в которых встречался Заяц или Кролик, живущий на Луне. Это представление возникло в силу зрительной иллюзии. Тёмные пятна на поверхности Луны воспринимались в виде фигуры этого животного. При появлении в башне игрок оказывается перед лестницей, одна из ступеней которой чуть-чуть другого размера. Это вызывает точно такой же эффект, какой вызывало бы в реальном мире. Игроки запинаются и цепляются за неё. Банжи любят позагадывать загадки игрокам. Так ещё до релиза, даже самого первого трейлера к Destiny, разработчики запустили ARG Quest в реальности. Начинался он с того, что странный аккаунт под ником Alphalupi опубликовал на форуме какие-то странные, почти бессвязные сообщения, изображения и ссылки, которые тут же начали изучать в сообществе. Наградой за решение квеста стала музыкальная композиция из Destiny, та самая, что позже заиграет на титульном экране игры. Седьмой сундук в рейде World of Glass – миф, рождённый сообществом ещё в 2014 году, когда мы были охвачены впечатлениями от первого рейда в игре и придумывали всё больше и больше секретов и баек про это место. Многие игроки всерьёз считали, что где-то в рейде спрятан седьмой сундук. Учитывая любовь банджи к цифре 7, эта теория оказалась вполне обоснованной. В игре также была платформа с порталом вексов, которая, по мнению многих, могла как раз быть как-то связана с седьмым сундуком. Миф так и остался бы мифом, если бы спустя годы некий игрок не опубликовал на реддит сообщение о том, что он наконец-то нашёл седьмой сундук. Для этого ему пришлось отправиться далеко за пределы игровой локации, и он нашёл его в странно парящем воздухе. Однако в конце концов выяснилось, что это всего лишь один из тех сундуков из другой части рейда, который просто в определённый момент задействуется удалённо. Банджи продолжают троллить игроков, и уже в 2023 году намекали в твиттере, что в рейдах первой Destiny ещё могут быть неразгаданные сундуки. В раннем видео с дневниками разработчиков можно увидеть, что локация EDZ, Европейская Мёртвая Зона, планировалась ещё для Destiny 1, но всё же её отложили до релиза сиквела. Чтобы узнать больше о мире игры и о его лоре, и хоть сколько-то разбираться в том, что происходит, игрокам обычно приходится читать множество текстов. Это не всем подходит, но всё же это уже привычный способ дополнить историю, и обычно в играх можно найти письма, дневники или заметки. В первой Destiny же решение было, пожалуй, самым неудобным и неэлегантным. База знаний о лоре называлась Grimoire. Она разблокировалась за выполнение квестов, сбора наград или набивание убийств в разных режимах. Но чтобы прочитать эти тексты, игроку нужно было идти на сайт Банжи и читать его там, что, мягко говоря, раздражало многих стражей и стало предметом насмешек. Если вам нужно было вайпнуться в Destiny 1, вы могли выстрелить себе в ноги. Но правда, находиться для этого нужно было в воде. Это особенно часто использовалось на рейдах World of Glass и Crotus End. Нам хорошо известен синематик, с которого начинается оригинальная Destiny. Тот, в котором три космонавта находят странника. Но я готов поспорить, что многие из вас не видели черновую раскадровку этого ролика, который выглядел совершенно иным. Концепт разрабатывал художник Илья Абульханов и являлся частью оригинального сюжета Destiny. До того, как всё изменили после увольнения сценариста Джо Стейтона. В этой раскадровке космонавты сталкиваются на Марсе с неизвестной девушкой, которая говорит им, что странник идёт и что он изменит всё, что они знают. Вполне возможно, что женские статуи из игры отчасти являются наследием тех идей. Субтитры создавал DimaTorzok Это не просто отсылка к высадке людей на Луну. Если присмотреться прям совсем внимательно, можно заметить оригинальный логотип Destiny в узоре подошвы. Однажды на стриме Банжи обронили фразу о том, что на PvP-карте Last Exit спрятана пасхалка. На карте можно встретить множество экранов и плакатов, так что игроки довольно внимательно изучали всё и пытались систематизировать. Фанаты надеялись, что решение приведёт к какому-то экзотическому квесту, но позже выяснилось, что за решение головоломки не полагается никакого лута. Это снизило мотивацию сообщества решить головоломку и в итоге люди просто прекратили попытки. На текущий момент Банжи подтвердили, что эта загадка до сих пор не разгадана сообществом и они отказываются давать намёки на её решение. Зулар the Timeless – секретный босс рейда World of Glass, уничтожить которого крайне сложно. Для того, чтобы сразиться с ним, нужно было выполнить целую последовательность действий на протяжении прохождения каждого этапа рейда. И тогда босс спаунился после убийства Атеона. Встретить его по сообщениям сообщества смогли лишь 2% игроков. Но даже они не запостили скриншотов или видео. Возможно, потому что это просто выдумка. И босса нет. Однако это не помешало, например, одному игроку написать крайне подробный гайд на призыв и прохождение босса, так чтобы ввести в заблуждение половину комьюнити. Говорю же, первый рейд Destiny породил большое число мифов и, видимо, поэтому ему понадобился мифоборец. Американский актёр и комик Пит Дэвидсон озвучил стража с ником DrCrispy93 для рекламы дополнения The Dark Below. Трейлер можно найти в сети до сих пор, он озвучен довольно забавно, так, словно это сделали нарочито кринжово. А вот актёр-любимчик Нейтан Филлион, озвучивавший Кейда 6, был звездой сериала Castle ещё до начала работы на Destiny. Но его персонаж так полюбился игрокам и самому актёру, что в 16 серии седьмого сезона он подарил отсылку к игре зрителям шоу. Внутри рейда World of Glass игроки могли заметить мерцающие частицы, которые обычно воспринимались как пыль, но это не просто пыль. Если вы посмотрите на них повнимательнее и ближе, можно заметить, что это какие-то уменьшённые призраки. Ходили опять-таки теории, что это призраки стражей, затерянных в коридорах времени. Letting Go. Очень странное и жуткое видео на YouTube, которое было загружено ещё в 2011 году, за три года до релиза первой части. В видео есть официальный логотип Destiny, а также текст и слышна азбука Морзе. Всё это делает ролик с самым первым видео, связанным с Destiny в сети. Выглядит оно жутко. Вначале мы видим висящего экза, что наводит на мысли об удивительном сходстве с сезоном Серафима, который стартовал в игре в 2023 году, буквально целых 12 лет спустя. Канал, выложивший видео, называется JoyUse7. Цифра в нике заставила многих подумать, что это ещё одна сложная головоломка, созданная Банжи. Однако представители Банжи заявили, что на самом деле это всего лишь фанатский проект. Ну да, верим. Фанатский проект, который каким-то образом узнал об официальном логотипе и сюжете Destiny за несколько лет до анонса игры. У названия снайперской винтовки LDR-5001 есть значение. Аббревиатура LDR означает Long Distance Relationship, то есть отношение на расстоянии. А цифра 5001 якобы максимальное расстояние выстрела из винтовки. Так что это такая странная игра слов. В игре существует особо редкая и опасная оболочка призрака с названием The Intrusion. Если вы экипируете этого призрака, вас буквально забанят. Дело в том, что в какой-то момент в игре появился чел, у которого была эта оболочка, но он никому не говорил как её получить. Позже он стал продавать услуги по обмену и передаче аккаунтов. И брал с людей по 5 баксов за то, что они получали редкую оболочку. Интерес к редкости был велик. Так что бизнес у чувака рос. Однако, как позже оказалось, он сам смог заполучить оболочку призрака с помощью запрещенного софта. Так что Банжи забанила его и всех игроков, которые незаконно получили эту оболочку. Когда об этом стало известно, некоторые посчитали, что этот призрак был специально создан для ловли читеров. Музыка, звучащая на маяке в Destiny 1, имеет довольно интересное происхождение. Поначалу она звучит довольно необычно, и многие игроки отмечали, что она выделяется из всего саундтрека игры. Но на самом деле, это просто другая, уже существующая песня из Destiny, под названием The Last Array, воспроизводимая на очень медленной скорости. Еще одна теория из Raid of Glass. Надеюсь, вы не устали. Теория о голубой сфере. Проходя последний этап на Атеоне, игроки обнаружили, что если сломать Оракул за пару секунд до того, как он вайпает всю команду, то появляется некая сфера и плывет в направлении портала. Сферы обладали своими звуками и уникальными эффектами. В сообществе начали предполагать, что эта сфера может вести к секретному достижению или квесту, а может быть просто альтернативным способом победить главного босса. Но до сих пор так никто и не разгадал эту загадку. Штаб-квартира Банджи находится в Сиэтле, домашней арене команды Seattle Seahawks. И конечно, как фанаты местной команды, разработчики добавили в игру предметы для поддержки спортсменов. Например, расцветка некоторой брони или оружие Хоксол. А молот и титана в ульте. И вовсе используют почти идентичные эмблеме команды образ сокола. В игре есть шейдер, который называется 183-27-496-64-70-33-88. Что за номер телефона, подумаете вы, но нет. Если вбить эти числа в цветовые коды RGB палитр, вы получите сочетание синего и желтого цвета, в которое и окрашивает броню этот шейдер. А если вы вобьете эти цифры на карту в качестве координат, то окажетесь в Швеции, чей флаг также состоит из синего и желтого цвета. Возможно, кто-то из авторов шейдера родом из Швеции. Еще один эксклюзивный необычный шейдер выдавался игрокам, которые кроме Destiny играли в Call of Duty Advanced Warfare на релизе. Это результат коллаборации игр, которые тогда выходили под одним издателем. Activision. В первой части Destiny случайно выпадающие награды имели раздражающую особенность. Даже из-за выполнения самых сложных заданий вам могла упасть шмотка не на тот класс, которым вы играли. Например, повязка на варлока, когда вы играли за охотника. Не думаю, что это был баг. Скорее, задуманная фишка, заставляющая игроков создавать твинков других классов и играть в Destiny еще больше. А знали ли вы, что в башне первой части есть возможность посмотреть подробную карту локации, чтобы найти нужного торговца или персонажа? Уверен, что этой фичой не пользовалось много игроков, но так точно было бы проще выполнять квесты на начальных этапах. Экзотический нагрудник для варлоков, Heart of Praxic Fire, это референс к серии игр Dark Souls. Очевидно, что среди разработчиков были фанаты мира Миядзаки. В описании предмета говорится, «В последний миг она казалась сияющей как солнце, и мне захотелось быть таким же храбрым». Довольно явная отсылка к персонажу Солера из Асторы, а основной перк экзота называется Praise the Sun. Еще одна игра, к которой можно встретить отсылки в игре от Банжи – Pokemon. Референсы к самому узнаваемому гаджету этой вселенной – Покетболу – можно встретить в Destiny дважды, в очертаниях дверей Кабал и в ресурсе Ascendant Energy. В первые годы у Destiny было эксклюзивное соглашение с PlayStation, так что часть контента игры была представлена эксклюзивно на PS3 и PS4. Например, оружие Jade Rabbit, Zen Meteor, Hawkmoon, Monte Carlo, Force Horseman, а также некоторые квесты, карты и страйки. Когда вы прилетаете в башню, вы можете забежать в ангар и увидеть, как ваш корабль паркует в специальный слот. Прикольное внимание к мелочам, не так ли? Название однозарядной снайперской винтовки No Land Beyond взято из цитаты советского снайпера Второй мировой войны Василия Григорьевича Зайцева, которая выгравирована на его памятнике. «Для нас не было земли за Волгой. For us there was no land beyond the Volga». И давайте коротко пробежимся по значению названий еще некоторого оружия из игры. Дробовик The Camerian назван в честь одноименного персонажа из фильма «Хранители» Зака Снайдера, который как раз часто использовал дробовик. Знаменитый экзот Глиалхорн отсылает нас к скандинавской мифологии. Ракетница носит это название в честь золотого рога Стража Богов Хеймделя, звук которого будет слышен во всех уголках мира и возвестит о начале Рагнарёка. Конца света. Револьвер Duke MK44 – отсылка к револьверу Magnum 44 из игры Marathon, которую Банжи разрабатывали еще давно, до Хейла. А вот знали ли вы, что купол Титана изначально планировался как мобильная ульта, с которым персонаж мог бы передвигаться? Это хорошо видно на ранних геймплейных кадрах, опубликованном перед релизом Destiny. Название ПВП-карты Сектор 618 – очень личная отсылка для одного из разработчиков, Эндрю Уэлдена. Он рассказывал, что назвал карту таким образом в честь даты своей свадьбы – 18 июня. На Марсе в первой части можно найти главную отсылку к предыдущему хиту Банжи серии игр Хейла. Обычная башня Кабал оказывается не просто башней, а буквально гигантской репликой шлема мастера Чифа. Летом 2014 года в сети вирусилась акция Flashmob Ice Bucket Challenge, в рамках которой люди обливались из ведра ледяной водой, многие делали это очень креативно, и челлендж должен был привлечь внимание к осведомленности о боковом амиотрофическом склерозе. Банжи выпускали специальный ролик, в котором визард с луны закидывает ведро с ледяной водой и обливает из него призрака, а также приняли участие в благотворительной кампании. Обычно в онлайн играх новичков называют нубами, нубчиками, ну и так далее, что имеет некоторую негативную коннотацию. В Destiny с первых дней новичков начали назвать киндергардианами, а игроков-одиночек – блюберис, потому что обычно у игроков в команде ник окрашивался зеленый, а у одиночек он всегда синий. Как вы знаете, в первой части Destiny не было локализации на русский язык, поэтому игроки были, ой как удивлены, услышав в игре русскую речь. Дело в том, что военный разум Распутин говорил именно на русском. Военный спутник запущен, коды доступа внутри. Сюжет игры столько раз переписывался, что в студии почти до самого релиза не понимали, какой будет игра и о чём она вообще. Например, главной задачей игрока было найти военную машину Распутин, которую похитила раса противников, улей, и игроку предстояло посетить Землю, Венеру, Марс, Луну, Сатурн и мистический храм на Меркурии, где напоминающий Оби-Вана Кеноби Варлок по имени Осирис поделился бы с ним мудростью. По пути игрок знакомился с персонажами, например, вороном, лощённым инопланетянином с голубой кожей и прилизанными волосами. Сюжеты были то невнятными, то бессвязными, а событие в них заваливало горой каких-то имён и бессмысленных диалогов. Но в итоге всё как-то понадёргали, и всё так или иначе оказалось в игре. Реплика экзо-незнакомки «У меня нет времени объяснять, почему у меня нет времени объяснять» считается мемом, и не только игроки, но и сами разработчики говорят о том, что эта фраза наиболее полно описывает происходящее в игре. У первой части Destiny перед её релизом было несколько потрясающих лайф-экшн роликов. Например, шикарный приключенческий трейлер о трёх стражах. Обязательно посмотрите его. К нему даже есть отсылки в трейлере к последнему дополнению Destiny 2 финальная форма. Другой крутой ролик «Закон джунгли» с актёром Джанкарло Эспозита. В нём он читает «Закон джунглей» – стихотворение Киплинга, которое он написал как свод правил волчьей стаи, чем сразу установил прочную связь с волчьей философией и миром игры. В игре мы регулярно примеряем на себя шкуру волка. Иногда… буквально. Экзотический нагрудник Альфа-Лупи, ракетница Гелла Хорн и, конечно же, вся идентика ивента «Железное знамя» несут в себе изображения волков и стаи. В шоу «Трэвеллерс» от Netflix как-то больно знакомо звучат имена лошадей на скачках. Да, кажется, сценаристы много играли в Destiny в свободное время. Наверняка вы уже обращали внимание на то, что число 7 – любимое число Банжи. С самого начала существования компании они постоянно включают его в свои игры и оформления. День Банжи также ежегодно отмечается 7 июля. Даже само название игры «Дестни» состоит из 7 букв. С числом 7 связан и альтернативный логотип студии, если его можно так назвать, в котором они отразили 7 идей по созданию игр и, внимание, захвату мира. В «Дестни» был только один единственный экзотический корабль, который, ну, как бы был, но как бы его не было. Получить, потому что его нельзя. Он называется «Манус Целлар Дей», что в переводе с латыни означает «стремительная рука Бога». И он является отсылкой к игре «Марафон 2». В ней также был одноименный корабль. Когда Зур находился в башне, под одной из клумб для цветов слева появляется светящийся фиолетовый символ. Кстати, в первой части он мог появляться только в социальных хабах. У командора «Завалы» могли быть волосы. На концепт-артах первой части командор представлен в другом образе. Думаете, такой стиль ему идет больше? Или как? Вы наверняка обращали внимание при первом появлении на космодроме на красивые гигантские корабли на горизонте, напоминающие башни. Это колониальные корабли Золотого века, которые не стартовали с космодромов России. Вот эти шарообразные капсулы должны были вмещать в себя людей. И в одной из миссий сюжетки The Taking King игрок оказывается внутри как раз одного такого шара. Он буквально состоит из креационных капсул с людьми. Одну из них можно отсканировать, и призрак расскажет, что внутри все еще есть человек. И когда он искал своего стража на космодроме, он пытался воскресить этого человека в капсуле. Но у него не вышло. Очень похоже, что это еще одна отсылка к Хейло, в финале которой мастер-чиф также помещался в такую капсулу. Экзотическая ракетница Dragon Breath использует фрагменты дизайна оружия из другой игры Банжи, Хейло, опять же, огнемета М7057, что то, что другое оружие наносит урон огнем. По ходу сюжетки мы часто используем призрака для того, чтобы открыть запертые на замок двери. Но знали ли вы, что иногда даже обычные закрытые двери могут открыться, как только вы призрака достанете? Бесполезно, но забавно. Оказавшись на Марсе во время прохождения сюжетки, вы наверняка обратите внимание на то, что окажетесь на заброшенной станции метро. Да, в мире игры после колонизации Марса тут построили метро. Если вы постараетесь найти название станции, то вот оно – Тарсис Джанкшн. Любопытно тут то, что Тарсис – это название реально существующего обширного вулканического плато, расположенного вблизи экватора на западном полушарии Марса. Искусство войны. Самый известный древнекитайский трактат, посвященный военной стратегии и политике, и написанный Цюньцзы. Командор завала, конечно, читал ее. Откуда мы это знаем? Ну, он цитирует ее, если подслушать его пассивные реплики в башне. Медаль, которую дают во время PvP-матча игроку за убийство противника метательным ножом, называется Stick Around, что отсылает нас к сцене с метательным ножом из фильма «Хищник» со Шварценнеггером. Последнее дополнение для Destiny – Rise of Iron – стало доступно только на PlayStation 4 и Xbox One из-за ограничений по мощности железа консолей позапрошлого поколения. Таким образом, если вы сейчас купите PS3 или Xbox 360 и решите поиграть на них в Destiny 1, вы окажетесь в эпохе дополнения The Taken King с тем же балансом, которое многие игроки считают лучшим за время игры. Если присмотреться к краям карты орбиты, то можно заметить несколько случайных чисел. Хотя так, не такие уж они и случайные. На самом деле, они представляют собой хекс-код. Внизу написано «alrightok». Один из участников реддита обнаружил, что «alrightok» – это ссылка на сайт дизайнера пользовательского интерфейса «alrightok.com». На строчке сверху написано «Mackay», что может быть ссылкой на другого UI-дизайнера. А слева написано «Be Dave», что является ссылкой к Дэвиду Кендлейду, ведущему дизайнеру UI-студии. Раньше на сайте Bungie вы могли посмотреть 3D-модель своего стража и его снаряжение, что было не особо популярной фичой, прямо скажем. Но все же, если бы вы зашли в это меню своего персонажа 1 апреля 2016 года, вы бы увидели вот это. Танцующего в кислотных переливах Гардиана. Похоже, это была последняя апрельская шутка от Bungie. Dubious Valley – экзотическая ракетница, которую обнаружили на концептах еще после релиза The Taken King. Ее по ошибке выложил один из художников студии, удалив впоследствии. Игроки долгое время гадали, как получить эту ракетницу, и были уверены, что для этого нужно дождаться секретного квеста. Однако в первой части оружие так и не появилось, и потому считается пушкой из сиквела под названием «Вордклифская катушка». Во время хэллоуинского ивента в башне игроки могли заметить робота-уборщика, который пытался подметать улицы без метлы. Она словно пропала, а он и не заметил. Ну, некоторые игроки могли подумать, что это баг. Но если любопытный игрок отправлялся все-таки на ее поиски, он мог обнаружить метлу на верхней полке в ангаре, и забрав ее, заметить, что кто-то переделал ее под спэрроу. К сожалению, этот спэрроу пропадал с окончанием ивента, хотя было бы прикольно отдать ее роботу по мини-квесту и получить взамен такой спэрроу на постоянку. При прилете в башню на полу можно заметить выгравированную надпись на латыни. Сейчас попробую прочитать. Атрвм Пропвнаторм, что в переводе означает «Hall of Champions» или «Heroes», то есть «Зал Героев». Сообщество первой части обожало комьюнити-менеджера Destiny Диджа. Он множество раз отвечал фанатам на их сообщения, посещал стримы игроков в самый неожиданный момент, в том числе русскоязычных, а также подарил массу мемов. Например, однажды на презентации дополнения The Taking King Дидж исполнил неловкий танец, который завирусился. В конечном итоге его добавили в игру. В первой части Destiny они тоже, конечно, случались. Периоды, когда нового контента не только не было в игре, но его даже не анонсировали. На второй год, например, существования игры после The Taking King, игроки полгода не получали никаких новостей о новых дополнениях. И только весной Банжи сообщили, что в апреле выкатят бесплатное небольшое дополнение. Радости тогда было полно, только послушайте, каким голосом я тогда записывал видос с анонсом. Ну что, друзья, дождались! Сегодня ночью Банжи наконец сообщили первые подробности о грядущем обновлении. Мы ждали этого очень долго. Иронично, что как раз сейчас, в 2024 году, аналогичная ситуация сложилась в Destiny 2. Из-за переноса финальной формы разработчики были вынуждены анонсировать промежуточное небольшое дополнение, которое выйдет также в апреле. Вот так вот. Надеюсь, досмотрев это видео до конца, ты узнал что-то новенькое для себя. Если так, ты помнишь, мы договаривались, ставь лайк и пиши в комментариях, хотел бы ты такую подборку интересных фактов и историй о второй части Destiny. Не забудь подписаться на канал и хорошего тебе дня!